всем доброй ночи дорогие мои ну вот еще один день прошел чуть-чуть вроде бы снежок такой мелкий пошел и ничего не видно на земле и опять солнце вот такая вот сегодня погода была ну вот где-то градусов 5 тепла всего было а так прохладненько было но сказали что еще три дня до субботы такая погода а субботу будет уже опять же 20 25 градусов но весна свое берет короче говоря что ни говори весна свое берет конечно будут дожди дожди этой в анталии это время сейчас вот как говорится поэтому весна есть весна со своими причудами но спасибо большое за комментарии на мои вот это сообщество которое поставил мои посты вы наверно прочитали и за этот комментарий тоже и за ролик комментарии ну что сказать мне опять же вопрос видите как сейчас у всех на устах и по телевизору везде дружба россии с китаем и у всех самый такой вопрос китай нам друг или как бы скажем так соперник вот честно я вам скажу одно я даже какой-то степени рад что китай протянул руку как говорится дружба почему свое время вот я не знаю почему-то да у наверно видимо у меня какой-то то есть чё так старости это да свое время я думал боленок чиновников бы тоже через одного китайцев поставить бы и гаишников бы китайцев бы у них же там за взятки за все смертная казнь я же вам выставил вот это самый у них даже полицейские не имеет права наличные деньги с собой носить не должны им за еду дают талоны это очень хорошо продумано я думал так я горболин вот было бы хорошо знаете свое время петр первый когда открыл окно в европу он не только прославился тем что бояр заставлял бороды сбрить одеваться парики и как бы по европейский но и протягивал как говорится в россию очень много иностранцев очень много было полководцев иностранцев генералов фельдмаршалов бояр ну таких вот на городоначальников таких этих министров он это собрал потому что он знал что вот я ведь показал же писатель анархист как писал в нашем обществе гор нельзя чиновнику он не воровать не может потому что вокруг все воруют а белой вороной оставаться гор никак невозможно это так я вот это молодые годы сам на себя это испытал я вам сразу хочу сказать вот если ты вместе не бухаешь компании значит ты пойдешь стучать или ты с нами или против нас если ты правдолюб правильно этот писатель написал царю прямо написал тебе так подстроить что из тебя сделают ворюгу из тебя сделает не люди растопчут и все и уничтожить нафиг я это прошлом канале помнил даже у нас не принято если даже тебя ограбили про это рассказать нельзя ни в коем случае надо молчать трубочку поэтому я думаю что если китай придет китай китаем будут совместно вот такие дела я думаю что вот очень мало будет вот такого соблазна потому что они дадут этого они не привыкли давать взятки но там тоже не сказать что сразу коррупция там исключена но там расстрелы расстрелы смертный кадр через нек сейчас вот там очень много до 1000 до 2000 чиновников год расстреливают но даже видео есть как они там публично общем отвозят а чиновников это сама не жалеет за взятки том числе и за наркотики и за все такое за убийство и что я хочу сказать вот сказать то что вот наши люди лентяи это неправильно просто нашим людям не платят то что они зарабатывают потому что слишком много посредников вот если бы этих посредников убрать и вот этих всяких вот как говорится решал всяких да вот крыш мрыш все это решать убрать вот тогда я думаю что все будет хорошо все будет хорошо я помню это было лет наверное 10 назад саратове я на трассе остановился и там придорожная такая гостиница маленькая и там короче стоял камаз такой большой груз шаланда вот и там ребята были водитель дагестанец он картошку вез из сибири до дагестана купил сибири там 20-30 у него что-то полетело и он ждал когда запчасть привезут свои и мы с ним разговаривали с вечером он говорит пока готовезу до дагестана вот то что ягод там год купил сибири пока когда дагестан довезу еще столько же ягод плачу как по дороге он говорит вы обратили внимание как вот вы едете говорит да легковые машины хоть как проезжая никто даже не это как горд они видят говорит дальнобойщика вот это да больше бегут горд навстречу потому что год хлеб бежит поэтому он горд очень горд это ягод чтобы оправдать свои горденьги говорит то что я горды я должен как каждом посту к на каждом посту к своей это своя ставка своей и неважно какое-то главное что тебя везешь картошку наш будешь продавать на заработаешь на все и ты с нами должен делиться все вот я думаю что и когда китай будет вот мне кажется такого меньше будет понимаете меньше будет вот такого беспредела я так думаю они очень жестко с ними не забалуешь я даже я же говорю свое время я мечтал я говорю блин даже в администрациях через одного бы тоже китайцев поставить да да хотя бы как таких вот чтобы это думаю болен было бы хорошо и да на дорогах гаишников даже некоторых местах и прокуратуры везде вот такие места они очень жесткие люди тем более приучены к таком порядку что думаю принесут собой порядок петр первый для чего иностранцев это сам протягивал потому что принесут собой порядок понимаете поэтому я не боюсь того что вот например многие говорят вот в нашей республике от китайцев много стало туда-сюда земли наши отберут я не думаю что им особо земли нужны у них своей земли хватает вот а с ними сотрудничать можно можно сотрудничать и работать можно с кем-то же надо извините это самое не с африканцами же но мы сейчас с африкой зимбабве совсем да но среди них самое главное выделяется китай китай это с мощной экономикой страна страна с мощной экономикой вот я думаю что возможно даже и восстановление заводов фабрик колхозов типа колхоза то агро городки как типа белорусских вообще было бы хорошо столько земли столько это все можно то же самое наводить порядок курортах черноморского побережья вот хапу губрад оттуда короче наводить порядок чтобы доступные были цены и на дороге и на отдых болен люди за границам не будет ездить а за границам ездить не буду и да и не нужно будет вот правильного написали не нужно берег турецкий да вот у себя если сделать так вообще будет хорошо главное убрать вот хапу понимаете хапу хапу убрать думаю туда китайцев привезти бы тоже было бы неплохо тоже было бы неплохо и в курортный сектор и агропромышленный сектор и машиностроительный сектор вот даже правоохранительный сектор так что от китая я не вижу вреда честно говоря я китайцы вот два месяца с китайцем общался человек сочи только со мной общался я даже его могу даже считать своим другом он многое мне вот за эти два месяца каждый на общались он много чего мне объяснял много чего рассказал я про китай раньше вообще так знал что шестьдесят девятом году они напали на остров даманский там пограничников очень много наших погибло вот этот спорный остров соревнована мы передали им теперь их нет но что хочу сказать если дружить конечно свою выгоду надо знать свое не упускает и думаю они плохое ничего не принесет такого все зависит от нас самих конечно если все за даром почти отдавать за пол цены купит не надо давать вот многие годай вот мы лес отдаем за копейки газ отдаем нефть отдаем надо торговаться чтобы не отдавать кстати китай занял первое место по поставкам леса всемирных и что самое удивительно носит до китай вырубка деревьев запрещена они наоборот сейчас сажает тысячами гектаров пустынь деревья сажает и еще рабочие места создают тысячи сотни тысяч деревьев сажает и фруктовых и таких она и эрозии земли спасает от это от оползни и так же чтобы сахар природный климат сейчас меняется вот а мы же по самым поставляем им за копейки кстати после распада советского союза я один раз посмотрел один экономист выступал он сказал что после распада советского союза вдоль границ россии китая да тысячи год создалось тысячи более тысячи говорят это деревообрабатывающих предприятий которые мебель доски все 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 потому что мы поставляем вот тогда нормально у себя перерабатывают у себя перерабатывают все зависит от нас самих самое главное я же говорил у нас нет лентяев вот многие описывают да и в наши люди не хотят работать я в это не верю если платить нормальные деньги которые действительно зарабатывают да а не каким-то посредником туда-сюда опять десятое ему остается копейки на руки все будет хорошо все будет хорошо так что я китай не считаю а воровство она у нас это было испокон веков это не только в россии и других республиках и коррупции есть у нас коррупция везде она везде она и с ним коррупции кстати еще никто не побеждал так-то кроме сингапура а в сингапуре этот президент тогдашний же у него правило было хочешь говорит побороться это самое посади парочку своих друзей в тюрьму друзей посади тюрьму и все будет нормально и медицина будет нормальной и все будет нормально если у министра например, регионального министра Здравоохранения да или мужа врача больницы вилла тогда значит здравоохранения будет ноль просто если он будет только на за где деньги за лечение берут там уже нет здоровья где деньги берут за образование тоже там уже образования нет только деньги ребенок ребенок У генерала, у которого будет вилла, у того и армия будет в плачевном состоянии. Все может зависеть, кто руководит и как живет этот человек. Я думаю, что дружба с Китаем плохого ничего не сулит никакой республики. Да, они очень дешево берут, но это все тоже зависит от наших чиновников. Это не только в России, в других республиках они. И в газовой сфере, и в нефтяной сфере, и в разработке минеральных ресурсов других. Все зависит от чиновников наших, которые, извините за свое это, продают все за копейки. Так что, я по поводу Китая вот свою мысль сказал. Так что, это для всех ответ, который у меня спрашивают. Ну, а теперь, по поводу здесь, вот я вот выставил вам, что снижение на электричество и на газ. Возможно, это даже предвыборное, но я думаю, что во всем мире идет снижение. Вот газ в Европе, даже год назад было до 3000 долларов доходило за 1000 кубометров. Сейчас в Европе, сниженный газ покупает в других странах 500-600 долларов. Так что, экономисты работают, власти работают на месте. А когда власть работает, так, тогда и цена будет эта. Но здесь бензин пока дорогой. До 22-х лет доходит. Бензин дорогой пока здесь. Цены на продукты питания еще дорогие. На недвижимость. Тоже в курортных местах еще дорогие. Вот сегодня у меня земляк звонил в Санкт-Алии. Говорит, очень дорогие, даже старые, говорит, квартиры. Весь, говорит, этот убитый, говорит, квартиры, говорит, 2 миллиона, говорит, просят. Ну, есть спрос, есть предложение. Вот такие вот дела. Всем доброй ночи. Хорошего настроения. Всех вам благ. Пока.